Сегодня у нас в гостях Зарема Тен, руководитель Центра медицинской профилактики и общественного здоровья ВКБ. И мы поговорим о правилах приема антибиотиков. Зарема, здравствуйте. Стартовала неделя борьбы с антибактериальной устойчивостью. Расскажите подробнее на эту тему. Да, действительно, существует в настоящий момент такая проблема. И это не только в России, это во всем мире. Связано это с тем, что повсеместно очень обширно используются антибиотики. Есть несколько видов инфекции. Бактериальная, грибковая, вирусная. Вот бактериальная это та, которая вызывается бактериями непосредственно, коками, палочками. И против нее помогают только антибактериальные препараты, определенная группа медицинских препаратов. В связи с тем, что в последнее время антибактериальные препараты используются очень широко и в большом количестве, вот эти вот бактерии стали более устойчивы. То есть, если раньше пациент попадал в клинику, там находился дней 5, допустим, да, с той же пневмонией или с бронхитом, вызванным бактериями, получал пенициллины, ну, группа антибиотиков такая, вот, и на седьмой день наступало полное выздоровление пациента, то сейчас, к сожалению, мы наблюдаем такую тенденцию, что пациенты находятся более длительное время в стационаре, заболевание протекает более длительно и даже иногда тяжело. И это связано как раз таки с тем, что в некоторых случаях, даже очень часто, пациенты используют уже на догоспитальном периоде антибактериальную терапию, самостоятельно, без назначения врача. Это самая большая ошибка. Антибиотики перестают действовать? Все верно. А что делают врачи в таких случаях? Ну, приходится использовать более высокие дозировки препаратов, либо использовать более сильные антибиотики в виде инъекций, допустим, внутримышечных или внутривенных. Но в любом случае это тоже не выход из ситуации, так делать неправильно. Я, безусловно, согласна с тем, что антибиотикорезистентность – это естественный процесс, то есть рано или поздно любая бактерия становится нечувствительна к тому или иному препарату. Но мы очень такими семимильными шагами, сказать, ускоряем. Мы, это я имею в виду людей, пациенты вот просто семимильными шагами, и они ускоряют эту антибиотикорезистентность быстрее, чем фарма производит новые виды антибиотиков, которые могли бы помочь в последующем. Зарима, а как не допустить этой устойчивости к антибиотикам? Главное, прям главное основное правило – это не принимать антибиотики самостоятельно. То есть если доктор на приеме говорит, что у пациента вирусная инфекция и не требуется введение антибактериальных препаратов, то, соответственно, их и не нужно принимать. Что делает обычный пациент? То есть он послушал, что это вирусная инфекция, что в крови нет подтверждения необходимости введения антибиотиков, пошел домой, ему не стало в этот день хорошо, и на следующий день тоже. И, соответственно, уже с третьего дня большинство пациентов самостоятельно принимают антибиотики. Да, сейчас очень строго с продажей препаратов в аптеке. Они продаются только по рецепту, который должен обязательно иметь три печати. А сейчас вообще даже рекомендация к выписке только в электронном формате, с печатями учреждения и медицинского работника, который это назначает. Но, тем не менее, есть аптеки, которые все еще продолжают продавать антибиотики, ну, свободно любому желающему. Помимо того, что самостоятельное назначение, еще пациенты иногда нарушают дозировку. То есть могут ее уменьшить, потому что им стало лучше, или наоборот увеличить, чтобы добиться более быстрого эффекта. Это тоже неправильно, это тоже может привести к той же антибактериальной устойчивости. Зарима, спасибо большое за информацию. А я напомню, что у нас в гостях была Зарима Тен, руководитель Центра медицинской профилактики и общественного здоровья ВКБ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова